В эфире программа «Городские встречи» в студии Дины Исляевой. Сегодня у нас в гостях Сергей Ильичинин, следователь-криминалист регионального следственного комитета. Здравствуйте. Добрый день. На этой неделе исполняется 64 года службе криминалистики. Но мы с вами сначала поговорим о рабочих буднях. Расскажите, как вы работаете, как вы помогаете раскрывать преступления? Основная задача следователей-криминалистов – оказание практической, методической помощи при расследовании различных категорий преступлений, которые последствия в системе Следственного комитета России. Мы непосредственно выезжаем на места происшествий, шляем первоначальные следственные действия по уголовным делам. И всячески помогаем молодым сотрудникам при раскрытии преступлений, которые на первоначальном этапе у нас оставались нераскрытыми. Как вы оснащены, что у вас есть на вооружении? Ну, на вооружении отдела криминалистов есть большой арсенал технических средств. Это и различные металлоискатели, беспилотные летательные аппараты, устройства, которые позволяют обнаруживать скрытые видеокамеры, которые позволяют нам осматривать различные устройства мобильной связи, различные химические реагенты, которых раньше не было, и позволяющие нам выявлять и следы рук на местах происшествия, и обнаруживать замытые следы крови, и многое другое. То есть это не один чемоданчик, как мы раньше видели где-то в фильмах? Нет, конечно, это далеко не один чемоданчик, это несколько чемоданов, причем, которые входят в состав передвижной криминалистической лаборатории, в которой у нас имеются непосредственно кабинеты. Один кабинет для работы следствия криминалиста, второй кабинет для работы эксперта криминалиста на месте происшествия. Ну, наука не стоит на месте. Как вам помогают современные технические средства? Что такого вот нового есть у вас, чтобы раскрывать преступления? Однозначно, наука не стоит на месте. В последние годы большой акцент в этом сделан. Центральным аппаратом Следственного комитета все регионы снабжаются передовой техникой. Ну, в числе таких особо заметных можно что выделить? Есть у нас устройства, которые позволяют извлекать информацию с телефона в сотовой связи, причем и удаленную информацию, и информацию из облачных хранилищ, с различных мессенджеров. Вот это действительно реально. А если она была удалена, ее все-таки можно восстановить или нет? Конечно, конечно. Данное техническое устройство это позволяет сделать. Это особенно актуально при совершении преступлений коррупционной направленности. Постоянно ведется переписка, причем посредством не СМС-сообщений, а вот именно посредством различных интернет-менеджеров, мессенджеров. У нас были такие преступления в регионе? Да, конечно, были. Нам удавалось извлечь информацию, которая впоследствии ложилась в основу обвинения по уголовным делам. Но такое оборудование есть только у вас? В МВД такого пока нет? Нет, на базе МВД этого оборудования нет. А так во всех субъектах Российской Федерации в каждом подразделении криминалистики данное оборудование имеется. Вас как-то специально учат им пользоваться или нет? Да, конечно. При работе с этим оборудованием мы стажируемся обязательно. Причем постоянно повышаем свою квалификацию, поскольку это оборудование тоже совершенствуется. Опять же, те же самые модели телефонов, они из года в год выходят новые. И поэтому обязательно, обязательно обучение, обязательно самоподготовка. Как помогает техника раскрывать преступления прошлых лет, которые, к сожалению, может быть, не были раскрыты по каким-то причинам? Да, преступления прошлых лет – одна из таких приоритетных задач в нашей работе. Мы уделяем им большое внимание. Изначально любое уголовное дело, которое было ранее не раскрыто, его необходимо просто изучить и посмотреть, что мы можем вообще из него выжить. А сколько оно хранится? А у них нет срока хранения, если дела, допустим, о тех же убийствах, они особо тяжкие преступления, соответственно, они хранятся довольно длительное время. И, допустим, я порой сталкиваюсь с уголовными делами 1996-1997 годов. Дела изучаются. Изначально мы пробуем раскрыть их посредством производства каких-либо новых судебных экспертиз, которых просто не производили ранее. Можно выделить экспертизу генетическую, которая нам позволяет установить ДНК-профиль преступника и данный ДНК-профиль проверить по федеральной базе геномной информации. Зачастую у нас имеется совпадение. Что касается кремтехники, которую мы используем при раскрытии данных преступлений, у нас в отделе криминалистики наш эксперт проводит дактилоскопические судебные экспертизы посредством специального оборудования, так называемой цианрелатной камеры. Она позволяет выявлять нам следы рук на различных поверхностях и достаточно много положительных результатов приносит это оборудование. Или даже спустя какое-то время? Да, конечно. Мы можем дополнительно следовать вещдоки и установить следы на них. А впоследствии можем установить и принадлежные данные следов конкретным лицам. Если они есть в базе, правильно? Либо если они есть в базе, либо у нас есть заподозренные лица, которые, допустим, ранее каким-либо образом фигурировали в рамках материалов уголовного дела, мы можем сопоставить их следы с следами, которые у нас были выявлены. И они, естественно, наказание по закону получают? Да, конечно. А на память можете вспомнить какое-нибудь дело прошлых лет, которое вам удалось раскрыть? Да, были такие дела. Не одно уголовное дело. Приходит в голову уголовное дело по факту совершения убийства мужчины. Если кратко вспомнить обстоятельства, труп мужчины был обнаружен в автомобиле в одном из районов города Рязани. Причем обнаружили автомобиль прохожие, которые обратили внимание на то, что автомобиль уже двое суток находится в одном и том же месте и не движется. Вызвали сотрудников полиции. Они заглянули в салон, увидели, что в салоне находится труп мужчины. Причем салон автомобиля имеет следы термического воздействия. Соответственно, выехали следователи-криминалисты. Изначально была установлена личная данного мужчины. Выяснили, что он являлся таксистом. Оказывал услуги по перевозке людей. На месте происшествия были изъяты различные следы. Это как следы рук, следы крови. Причем следы крови и нашего погибшего, и следы крови неустановленных лиц. Стали работать по данному уголовному делу. И установили, что накануне совершения преступления в отношении данного мужчины, он ездил в Московскую область. Передвигался. Опять же, если вернуться к той технике, которая находится у нас на вооружении, у нас есть такая техника, которая позволяет установить базовые станции операторов сотовой связи, которые регистрируют телефоны соединения на том или ином месте. То есть, где он передвигался? Мы сделали несколько следственных экспериментов в месте обнаружения трупа и по пути его передвижения вплоть до Московской области. Получили массив большой информации телефонных соединений, проанализировали их. И в ходе анализа было установлено, что в нескольких местах, в том числе и в месте обнаружения трупа, у нас регистрируется один абонентский номер, один и тот же абонентский номер. То есть, он звонил одному и тому же человеку? Не он звонил, а... Ему звонили? Нет, даже не ему звонили. Это был абонентский номер впоследствии установленного убийцы. Нашли, соответственно, лицо, на котором был зарегистрирован данный абонентский номер, а впоследствии у него были получены образцы крови, пальцы в рук, и они совпали с теми, которые мы обнаружили на месте происшествия. Таким образом мы установили лицо, совершившее данное преступление. Именно посредством применения технических средств. Без этого, конечно, вы не смогли бы рассказать. Но я сомневаюсь, поскольку преступление было совершено в условиях неочевидности. Да, свидетели нет. Не то, что нет свидетелей. Мы даже на первоначальном этапе не знали, что за личность погибшего, не говоря уже о заподозренных лицах. Кроме того, одно из важных направлений работы – это поиск без вести пропавших, в том числе детей. Как вы помогаете в этом направлении? У нас сообщение о безвестном чиновении несовершеннолетних сразу же поступает в следственное отдело, которое уведомляет об этом нас. По всем материалам мы организуем поисковые мероприятия, привлекаем и волонтерские организации, и просто гражданское население, которое нам помогает в поисковых мероприятиях. Незамедлительно размещаем информацию о безвестном чиновении несовершеннолетних лиц с вестями «Аксион» на базе МЧС. Это вот большие экраны, которые у нас находятся по городу, на которых с периодичностью транслируется информация о ребенке. Как он выглядел, в чем он был одет, что при нем находилось. Чтобы общественность также нам помогала в этом вопросе. Вот роль волонтеров насколько великла в этом? Достаточно велика роль волонтеров, потому что наш человеческий ресурс следственного управления ограничен. А привлеченные волонтеры, либо добровольческие поисковые отряды, они действительно оказывают большую помощь в поиске безвестных пропавших лиц. То есть какую-то местность прочесать они могут быть проблемой? Однозначно, да. Это прочесать какую-то местность, обследовать, допустим, лесной массив. Но при этом мы используем свои силы, да, там тот же аппарат, беспилотный летательный аппарат, который нам позволяет также обследовать местность. Труднодоступная местность, допустим, болотистую, либо какой-то водоем и тому подобное. Ну, а деревья не мешают? Ну, опять же, мы его применяем в зависимости от окружающей среды. И география. То есть посмотреть, что там нет там человека. Конечно, да. У вас довольно сложная работа. Находите ли время для отдыха и как отдыхаете? Ну, в плотном графике стараемся, конечно, находить время для отдыха. Если это время появляется, ну, первоочередная задача – уделить время, конечно же, семье. Ну, и стараюсь заниматься в свободное время спортом. То есть таким активным образом жизни. Вот не люблю сидеть на месте различными видами спорта, либо просто путешествовать. Вот свой профессиональный праздник. Что бы вы хотели пожелать коллегам? Коллегам хочу пожелать крепкого здоровья, благополучия в семьях. Потому что ввиду нашей работы и ее специфики, в семье порой уделяется недостаточное времени. И всего самого хорошего. В гостях программы «Городские встречи» был Сергей Лечинин, следователь-криминалист регионального следственного комитета. Спасибо, что пришли. Пожалуйста, всегда рад побывать у вас. Я с вами прощаюсь. До встречи на телеканале «Город». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова